Радио 54 Первое областное радио Сегодня нам исполняется 75 лет 75 лет Вот такое у нас Подождите, 75 это значит в 46 В 46 году, представляете, закончилась война Люди еще в кирзовых сапогах, в гимнастерках И тогда была открыта вечерняя городская спортивная школа Из отрыва от производства То есть люди работали, трудились А вечером занимались физической культурой и спортом И что отрадно, понимаете, они были одержимы Понимаете, это люди, которые прошли войну Прошли трудное время Да начнем с того, что они выжили в войне Да, которые проходили и в тылу И вот тяга к спорту, тяга к победам Это все решилось в пользу открытия этой школы И что самое удивительное, в этот же год В 46 году у нас сразу появился первый чемпион По легкой атлетике На 800 и 1500 метров И Кубовский у нас стал чемпионом Чемпионом Советского Союза Тогда у нас было открыто 7 видов спорта Легкая атлетика, тяжелая атлетика Бег на коньках, борьба, тяжелая гимнастика Поэтому вот это все развивалось, развивалось В конце концов это получило такой сильный импульс И в 65 году школу, в 62 году школу сделали областной А в 65 году она получила тот бренд, то гордое имя Школа высшего спортивного мастерства Вячеслав Геннадьевич, давайте еще немножко вернемся Вот в 46 год Вы сказали, что был уже первый чемпион Который занимался здесь у нас Какие стадионы существовали в то время в Новосибирске? Стадион-то был один, Красное знамя Вот не знаем, где это Да, ну это было в районе сегодня Зальцовского парка Так А здание, которое сегодня мы, в котором мы находимся И в котором поселился спорт Это улица Сибирская, 54 Здание построено по проекту архитектора Гречкова Знаменитого нашего, о котором очень много знаковых Для Новосибирска знаковая фигура Да, да И в годы Первой мировой войны там располагался госпиталь А вот в 46 году все отдали под спорт И там живет спорт Вот 75 лет уже 75 лет? Да Первая олимпийская медаль к нам пришла в 1956 году Кто это был? Это Равиль Хабуддинов, тяжелоатлет То есть тогда сборная Советского Союза впервые участвовала в Олимпийских играх Это Австралия, Мернбург И наш тяжелоатлет завоевал серебряную медаль Чей воспитанник? Вот это сложный вопрос мне задаете Пожалуй, я тренера его не вспомню Да Но воспитанник наш, новосибирский воспитанник Потому что у нас всегда и с тяжелой атлетикой, и с легкой атлетикой У нас были хорошие традиции, и один сохраненный до сих пор Но если говорить о цифрах, вспоминая традиции Сегодня мы встречаем наш праздник с лозунгом традиции совершенства Так вот, продолжая эти традиции, в наших стенах воспитано, только вдумайтесь 14 золотых медалистов Олимпийских игр Вот это да 14 победителей Олимпийских игр Они, эти 14 человек, завоевали вместе 28 золотых Олимпийских медалей Ничего себе! Я скажу, что, наверное, не больше 10 стран мира имеют такое Олимпийское золотое Слушайте, ну, для этих медалей нужно отдельное здание строить, судя по количеству, да? Ну, должен, конечно, с удовольствием произнести фамилии этих людей Знаковых людей для Новосибирской области, для Советского Союза, для России Все началось с наших великих биатлонистов Александра Тихонова, Александра Ивановича Тихонова и Виктора Федоровича Маматова То есть Александр Иванович... Ишмуратова и Анна Ивановна Богалий Ну, тому есть причины, да, ведь у нас база-то вполне себе... У нас, да, очень приличный биатлонный комплекс, хотя он сегодня немножко уступает, но я знаю, что в проекте и губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников поддержал идею реконструкции биатлонного комплекса Вот, и я думаю, что мы в дальнейшем сможем наверстать такие регионы, как Ханты-Мансийск, как Башкирия, как Казань Вот, поэтому... Но самое главное наше достижение, самое главное наше достижение, почему у нас есть такие результаты, это тренерский коллектив Потому что в школе высшего спортивного мастерства всегда были сосредоточены лучшие тренеры Новосибирской области А где воспитываются тренеры? То есть они же тоже не просто так с улицы приходят Это или бывшие спортсмены, или где-то вот можно получить образование Обязательно, образование, конечно, у нас были институты физической культуры, раньше назывались, сейчас это университеты, академии Обязательно нужно специализированное образование Но здесь очень тонкая грань, не всегда великий спортсмен становится... Великим тренером Великим тренером, это абсолютно точно, хотя... Но Тихонов же смог? Ну, Александр Иванович скорее больше организатор, скорее больше организатор, чем воспитатель Хотя, конечно, у него тоже есть определенные достижения Но, как правило, все равно тренер абсолютно должен быть погружен досконально знать и понимать свой вид спорта И самое главное, на мой взгляд, это видеть перспективу, видеть перспективу каждого своего воспитанника Потому что тренерская работа, она как у художника, она очень индивидуальна И подход к каждому воспитаннику должен быть особый Вот такой великий тренер наш, как Виктор Михайлович Кузнецов, который воспитал двух победителей И трехкратного Александра Александровича Карелина и Романа Андреевича Власова, двукратного олимпийского победителя В разговоре со мной он упомянул, говорит, через мои руки прошло порядка десяти тысяч людей Десяти тысяч мальчишек Можете представить такую цифру? Это вот к тому вопросу, что как находят? Вячеслав Геннадьевич, давайте... Главное найти алмаз, а потом еще надо его ограничить Конечно, давайте мы к этой теме обязательно вернемся, но после короткой рекламы Вячеслав Геннадьевич, вы перед рекламой упомянули о очень важной проблеме Отбора вот тех талантливых ребятишек, которые потенциально могут стать хорошими спортсменами Да, и вот наверняка многие родители задаются вопросом Как вообще воспитать чемпиона и как вот проходит вот этот отбор? Я вот хорошо помню, в моем детстве, да, в школу приходил тренер, да, допустим, по акробатике И буквально там в течение перемены, вот ты, 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 приходи завтра на тренировку Как сейчас это происходит? Ну, понимаете, в разных видах это происходит по-разному Естественно, есть виды ранней специализации, такие как плавание, гимнастика, художественная гимнастика Это сколько лет ребенку? Это дети начинаются буквально с 3-4 лет Вот, поэтому тренеры, которые заинтересованы в том, чтобы воспитать как раз олимпийского победителя Олимпийского чемпиона, потому что, ну, плохо тот спортсмен, который не мечтает стать чемпионом Чемпионом, да, да Поэтому они, конечно, начинают с детских садов и смотрят на девочек Если это гимнастика художественная, на пловцов, то есть антропометрию Ну, то есть физические данные, да, начинается с этого Сначала все внешний день, ну, не секрет, что в гимнастике, ну, девочка должна быть красивой, прежде всего А есть вообще вот такое, что люди посмотрели там танцы на льду, например, и все ломанулись в фигурное катание? Ну, эта тенденция имеет место быть, потому что, ну, великое дело рекламы, оно формирует общественное мнение И понятно, что когда... Вкусы и интересы Да, когда родители, так сказать, и граждане наши видят, сколько зарабатывают сегодня хоккеисты, в НХЛ, футболисты Их это вдохновляет Да, теннисисты, конечно, это сподобливает родителей отдавать именно в эти денежно-емкие, так сказать, виды спорта Но надо сказать, что это не всегда верно и не всегда правильно Ну, если ребенок по натуре шахматист, ну, какой из него пловец, да? Ну, видите, ребенок не в силах принимать решения сам Конечно За него решают родители, а у родителей зачастую есть свои пристрастия А то еще вообще он скрипкой заставит заниматься Да, кто-то сам мечтал, допустим, стать борцом, и даже дочка родилась у него, а он ее борьбу отдает Хотя женская борьба у нас тоже имеет место быть Вот, так мы вот в этом отношении как раз пошли в ногу со временем И в региональном центре спортивной подготовки открыли отдел по поиску одаренных детей Отдел спортивного резерва Закупили соответствующее оборудование, которое вот нам буквально в марте должно прийти Обучили сотрудников Что это такое? Это вопросы тестирования именно ребят о предрасположенности к какому-то виду спорта Это будет пять направлений, начиная физиология, антропометрия, психология и различные измерительные параметры Ну это уже своя кухня, что называется Да, вот, но я хочу сказать, что это не является догмой, понимаете Бывает, что из гадкого утенка вырастает лебедь Потому что олимпийский победитель это не только хорошие физические данные Это и характер, это и дух Это и, конечно, нужно еще к хорошему тренеру попасть Который из тебя вылепит того чемпиона, которым у тебя есть предрасположенность Но, тем не менее, это будет хорошее подспорье для тренеров И самое главное, родители Мы постараемся так, чтобы они не тратили ни свои деньги, ни свое время И самое главное, не испортили жизнь своему ребенку Потому что не каждому ребенку необходимо заниматься спортом Физической культурой надо заниматься абсолютно всем Абсолютно всем И девушкам, и мальчикам А учитывая состояние здоровья подрастающего поколения То спорт там элементарно многим противопоказан, да? А спорт, ну спорт это не есть Не надо путать понятия физической культуры и спорт Спорт это совсем другое, это состязательность Это другие нагрузки Это совсем другие нагрузки И тем более, если мы говорим, а мы занимаемся именно спортом высших достижений Вот, то это огромный труд и огромная ответственность И нагрузка на организм И слава богу, что у нас есть в региональном центре Мелихобиологический отдел, который существует уже много лет Он очень хорошо укомплектован Возглавляет его заслуженный врач Российской Федерации Ирина Вячеславовна Гулакова Вот, и мы как раз занимаемся тем, что Во-первых, мы тестируем спортсменов Подготавливаем их к ответственным стартам Затем, если не дай бог какие-то травмы, мы их реабилитируем И ведем их вообще в течение всего сезона Вот, поэтому здесь у нас еще очень много работы И я бы хотел как раз усилить это направление Почему? Потому что сегодня спорт высших достижений Буквально, вы сами видите, когда лыжники пробегают 50 километров И в первой тройке в сотые доли секунды То есть здесь уже от психофизиологических качеств От функциональных качеств зависит уже очень много А после таких нагрузок восстановить человека тоже проблематично И мы стараемся следовать самым передовым методикам Плюс актуальнейшая проблема – это допинг У нас создан антидопинговый отдел Который как раз занимается просветительской деятельностью Это вот прямо в Новосибирске, мы сейчас в Новосибирске говорим Да, мы конкретно, я говорю только за себя, только за свой центр Вот, и потому что зачастую тренеры начинают, как бы так скажем Подкармливать своих спортсменов, не ведая Не из корысти какой-то, а именно просто от незнания Ну, а тот же самый Мельдони, наверняка же это история такая Это никогда не было допингом Его включили в самый последний момент, что называется Ну, это никому не секрет, что здесь есть политические аспекты Вот, поэтому вот в этих направлениях мы сегодня будем усиливать работу И, конечно, постараемся так, чтобы наши спортсмены Как вы понимаете, в нашем центре собрана элита нашего новосибирского спорта Ну, на всякий случай у нас официально на ставках получают заработную плату 76 спортсменов-инструкторов Из них 120 являются членами сборной Российской Федерации Из них также 9 заслуженных мастеров, 30 мастеров спорта международного класса Ну, а все остальные у нас мастера спорта Ну, вот, ну и постараюсь побыстрее вам рассказать о том, что нас ждет А ждет нас Олимпийский год И, кстати, воспитанник нашей школы, нашего центра Станислав Алексеевич Позняков Четырехкратный победитель Олимпийских игр из Великой фехтовальной школы Новосибирска Он возглавляет сегодня Национальный Олимпийский комитет Российской Федерации Это наша особая гордость Ну, вот, мы с ним в постоянном контакте И, вроде как, Олимпиаде быть Так вот, мы, говоря о наших достижениях сегодняшнего дня У нас 13 конкретных представителей, которые могут реально побороться за медали Я хочу сказать, что, ну, спортсмены люди суеверные Просто некоторые фамилии... Загадывать заранее, да Да, некоторые фамилии вы прекрасно и так знаете Но расскажу, что у нас три представителя в плавании Это очень прогрессирует Мальчики и девочки у нас очень прогрессируют И они в основной команде Российской Федерации Четыре фехтовальщика Во главе с Венеонимным решетником, нашим двукратным чемпионом мира Вот, греко-римская борьба Вы знаете, Гласов Роман Андреевич у нас готовится Иван Стритович в гимнастике У нас есть новый вид олимпийской программы карате И здесь у нас Щербань будет представлять Возможную, возможно, еще нашу область на Олимпийских играх Артем Овечкин, это велошоссе И новый вид у нас, который появился в центре, это триатлон Два спортсмена у нас Ну, 13 представителей Ну, я перечислил, вообще у нас 17 кандидатов от центра Но вот эти люди, которые я сказал, это реальные претенденты на пьедестал Вячеслав Геннадьевич, ну и напоследок, все-таки хотелось бы узнать мнение профессионала Вообще, вот ваше отношение ко всей этой возне вокруг нашей сборной и поездки на Олимпиаду Что вроде как выступать будут не за страну, а от собственного имени Петь будут там чуть ли не Катюшу Как вы считаете, насколько вообще это нормально, ненормально? Стоит ли в принципе ехать? Ехать стоит обязательно И надо, несмотря ни на что, доказывать Все равно, лишили нас гимна, лишили нас флага Все будут знать, что это спортсмены из России А если мы запоем Катюшу или вставай, страна огромная Я думаю, что это будет не хуже нашего гимна А кое-кто может быть даже спрячется под лавку Да, мурашки побегут по коже у некоторых представителей Надо биться всегда Как говорят боксеры, у них есть такой тост Держите удар и вставайте до счета 10 Поэтому будем работать У нас ни один спортсмен не выпал, несмотря ни на пандемию, ни на что Все тренировались, все в строю и рвутся в бой Будем верить в успех Спасибо Вячеслав Геннадьевич, огромное вам спасибо за интервью Напомню, сегодня в гостях у нас был директор регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва Вячеслав Геннадьевич Братцев Радио 54 Первое областное радио